Названы регионы с наибольшими банковскими вкладами населения. Названы регионы с наибольшими банковскими вкладами населения Ноль часов сорок семь минут 27 апреля 2020 года Знак авторского права Рубли Знак авторского права Рубли Российские рубли Архивное фото Москва 27 апреля РИА Новости Чуть более 200 тысяч рублей депозитов приходится в России на человека в среднем, при этом москвичи в шесть раз богаче жителей остальных регионов, свидетельствуют результаты рейтинга РИА Новости. Вклады растут в последние годы депозиты физических лиц в российских банках демонстрируют рост. За 2019 год вклады физических лиц выросли на 2,1 триллиона рублей или на 7,3%, а за первые два месяца 2020 года прирост составил еще 0,1%. Всего же за последние два года, с 1 марта 2018 года по 1 марта 2020 года, вклады населения выросли на 5 триллионов рублей или на 19,6%. Таким образом, согласно статистике Центробанка, на 1 марта 2020 года в российских банках хранилось 30,8 триллиона рублей сбережений населения. Для сравнения, в 2011 году суммарные средства населения в банках были меньше 10 триллионов, то есть за 9 лет вклады утроились. Эксперты отмечают, что в пересчете на одного жителя в России приходится порядка 210 тысяч рублей депозитов. Однако за этой средней величиной скрывается значительная дифференциированность вкладов как по размеру отдельных граждан, так и в разрезе субъектов РФ, в частности, средний размер депозитов в разных регионах отличается многократно. Эксперты РИА Новости составили рейтинг регионов по размеру средних банковских вкладов населения. 21 апреля, 16 часов 23 минуты Грев заявил о негативном эффекте от налога на доходы по вкладам эксперты, объясняют уверенное лидерство Москвы в большей степени высокой концентрации самых состоятельных граждан-миллионеров и миллиардеров, которые зачастую зарабатывая свои состояния в регионах, преимущественно живут в Москве, и соответственно в столице формируют свои сбережения. При этом сбережения сверхбогатых москвичей сильно искажают не только среднюю картину по Москве, но и влияют на среднее значение по России в целом. Если среднее значение сбережений в банковских вкладах в России составляет 210 тысяч, то медианный уровень вкладов среди регионов равняется 127 тысячам рублей, то есть он на 40% ниже среднеарифметического значения по России в целом. 17 апреля, 12 часов 09 минут Набиулина назвала ставки по депозитам привлекательными для сбережений и если исключить Москву, то средний уровень банковских вкладов россиян составит 150 тысяч рублей. В целом в столице проживает примерно 10% населения, а в части сбережений Москва обеспечивает долю в 33%, причем в валютных накоплениях у москвичей доля и вовсе более 50%. Таким образом Москва в среднем в 6 раз богаче остальных регионов, но вероятнее всего, значительная часть этого богатства столицы сосредоточена на счетах и вкладах небольшого числа очень богатых людей. Первая десятка на второй строчке рейтинга почти с двукратным отставанием располагается Санкт-Петербург, в котором в среднем на человека приходится 440 тысяч рублей вкладов в банках. Отставание второй столицы от первой как раз объясняется большей концентрацией сверхбогатых россиян в Москве, хотя в Петербурге они конечно тоже есть. 21 апреля, 16 часов 43 минуты в КТО ценили, сколько вкладчиков затронет налог на доход от депозитов, при этом в последние два года Москва и Санкт-Петербургу показали практически одинаковый прирост, 21,9% против 21,4%. Таким образом, Москва не отрывается от своего основного преследователя, но ее преимущество слишком велико, и лидерству в среднесрочной перспективе ничего не угрожает. В первую десятку рейтинга помимо двух крупнейших федеральных городов также входят Магаданская область, Ямало-Нинецкий автономный округ, Камчатский край, Ханты-Мансийский автономный округ Югра, Сахалинская область, Чукотский автономный округ, Мурманская и Московская области. В этих восемь регионах среднедушевые депозиты находятся в диапазоне от 225 тысяч рублей в Московской области до 333 тысяч рублей в Магаданской области. Таким образом, только эта первая десятка регионов показала результат выше среднероссийского. Регионы лидера представлены в основном северными и столичными регионами. Обращает на себя внимание, что динамика вкладов у регионов лидеров в последние два года была несколько ниже среднероссийского уровня. 16 апреля, 12 часов 30 минут решетников лично убедился, как сложно получить льготный кредит также в последней десятке представлено Дагестан. 23,5 тысяч рублей, Тыва – 29 тысяч рублей, Карачаево-Черкесская республика – 35 тысяч рублей, Калмыкия – 43 тысяч рублей, Кабардино-Балкарская республика – 45 тысяч рублей, Алтай – 46 тысяч рублей, Адыгея – 54 тысяч рублей и Крым – 59 тысяч рублей. Таким образом, отмечают эксперты, даже лучший регион из последней десятки почти в четырех раза уступает среднероссийскому результату и в двух раза уступает медиане. Как видно из результатов исследования, низкие объемы депозитов наблюдаются в основном в южных республиках, где у населения не очень высокие доходы. 19 апреля, 7 часов 12 минут коллекторы сообщили о росте доли молодых должников в России, кроме того, невысокий уровень вкладов участия этих регионах можно объяснить местными особенностями, связанными со сформировавшимся недоверием населения к банкам. В то же время нельзя не отметить довольно интенсивный рост вкладов в ряде регионов, занимающих последние места рейтинга. В Республике Дагестан, в Республике Ингушетия и в Чеченской Республике прирост вкладов населения заметно превышал динамику среднероссийского показателя. Лидеры по приросту депозитов за последние два года объем депозитов в среднем по России вырос почти на 20%. При этом только в 24 регионах из 85 прирост был выше среднероссийского. Явными лидерами по приросту вкладов являются Севастополь и Республика Крым, где вклады выросли более чем в 1,5 раза. Быстрый рост в этих двух регионах объясняется эффектом базы и быстрым ростом зарплат в последние годы. В целом эти два региона с момента вхождения в состав России остаются лидерами по приросту депозитов, что определяется в первую очередь эффектом низкой базы. По мере исчерпания этого эффекта их темпы прироста будут снижаться. Близкий к лидерам результат наблюдается в Янау, где за последние 24 месяца вклады населения выросли на впечатляющие 46%, темпы роста вдвое выше среднероссийских. 15 апреля, 11 часов 47 минут будет непросто. Банки ужесточили требования по ипотеке, пишут СМИ еще в 17 регионах за два года депозиты выросли более чем на 20%. Наиболее существенно, более чем на 25%, объемы вкладов выросли в Республике Ингушетия и в Чеченской Республике. Таким образом, как уже было отмечено ранее, два региона, замыкающие рейтинг по вкладам показали достаточно приличный прирост, что позволило им немного сократить отставание. Во многом такой рост связан с эффектом низкой базы. Сбережение населения Если обращаться к абсолютным приростам вкладов, то получается, что за последние два года средний россиянин смог дополнительно накопить в банках примерно 34 тысячи рублей. При этом в Москве прирост накоплений составил 154 тысячи рублей, что является лучшим результатом. Сбережения в Янао выросли на 90 тысяч за последние 24 месяца, а петербуржцам удалось за два года скопить 77 тысяч рублей, что является третьим результатом по абсолютному приросту вкладов. Еще у четырех регионов – Магаданская область, Московская область, Калининградская область и Приморский край – вклады выросли более чем на 35 тысяч рублей. 6 апреля, 03.22 распространение нового коронавируса коллекторы дали совет, как не выйти на просрочку из-за коронавируса сбережения населения можно рассматривать как финансовую подушку, и текущий ее объем находится на приемлемом уровне, отмечают эксперты. В среднем по России соотношение сбережений и зарплат находится на уровне 6, сбережения в банках равняются среднемесячным зарплатам за полгода. При этом медианное значение среди регионов заметно ниже 4,6, то есть в среднестатистическом регионе сбережения примерно равны зарплатам за 4,5 месяца. Москва также лидирует и по этому показателю. Средние вклады в столицу почти составляют зарплату за целый год. Конечно, как уже говорилось выше, значительные сбережения сформировали очень богатые люди, которые вообще не живут на зарплату, а скорее на доходы от собственности. Поэтому для среднего москвича этот показатель несколько завышен статистикой. 26 марта, 6 часов 40 минут ставки по ипотеке могут превысить 10%, показало исследование вторую строчку, как и по объему депозитов занимает Санкт-Петербург с соотношением 9,3. Далее идут Калининградская область, депозиты равняются 6,6 средним зарплатам. Самарская область, 6,3, Ярославская область, 6,2 и Владимирская область, 6,1. Обращает на себя внимание, что наибольшей бережливостью относительно своих зарплат отличаются многие жители центральных регионов России. В нижней части таблицы по данному соотношению находятся национальные республики. Это не говорит об их значительной расточительности или слабой бережливости, скорее всего, жители этих регионов предпочитают другие способы сбережения на личные деньги, недвижимость или другие варианты. По мнению аналитиков РИА Новости, депозиты замедлят свой рост в краткосрочной перспективе из-за карантинных мер, связанных с коронавирусом. Части людей придется тратить свои сбережения из-за сокращения доходов. В особенности это касается тех, кто работает в сфере малого бизнеса, кто по тем или иным причинам останется без работы. Скорее всего, на фоне этих событий региональная картина будет оставаться такой же неоднородной. 21 марта, 5 часов 38 минут россияне стали чаще обращаться за потребкредитами, отмечают банки. Продолжение следует...